Я с закрытого гардера, рычаг локтя не наряжуете. Четыре коричневости против двух всегда должны побеждать, если вы работаете правильно. Поймите, у меня, чтобы понять и наработать, то, что я показал вам сегодня во всем комплексе, ушло 9 лет. Так, ребята, мы продолжаем нашу рубрику «Тайная комната» с Али Магомедовым. Сегодня снимаем ворунгард, как мы вам и обещали. Приступим. Мы не будем снова показывать все то, что мы вам показывали про открытый гард. Просто напомним, как можно попадать в ворунгард, а потом уже отдельные техники, чисто из ворунгарда, как я вам обещал в прошлый раз. Итак, тема прошлой недели была в том, что мы сидели здесь, контролировали в открытом гарде, и в мой открытый гард, в концепции, в принципе, вписывается работа, изначально вписывается работа двумя рукавами. Но, как я и объяснял, когда человек сильный, когда человека очень тяжело контролировать на первых минутах, поскольку у всех есть энергия и силы, мы не можем гарантировать то, что мы будем держать руки и сможем их контролировать. Он будет все время срываться, и нам нужно что-то держать правой рукой. Соответственно, мы держим правой рукой здесь кутку для того, чтобы контролировать его осанку. Если мы понимаем, что нам нужно его повозить и утомить, тогда я правой рукой начинаю искать кутку. Ну, в целом, если она супер завязана, как изначально, ну, будет некоторой сложности. То есть, посмотрите на режим вот такой полосы. Если схватка только началась, в целом мы на этот аспект рассматриваем, что схватка только началась, человек еще не утомлен, и нам нужно его утомить. Грубо говоря, мы начинаем вот с такой ситуации, и сам посел-ход в армгард не супер актуален. То есть, мы стоим, если спинули в гард, сразу попадаем в галарину, так или иначе, эта рука у нас всегда в доступе, переходим сюда. Теперь, смотрите, мы достаем куртку, естественно, под контролем. Если он у нас прессингует, пытается проходить, мы делаем все то же самое, то, что вы показывали. Он у нас проходит сюда, мы правой рукой встречаем, возвращаемся. Это все не меняется. Мы решаем работать в армгард. Но, начало схватки, куртка полностью завязана под пояс. Вот, условно, вот если вы видите, что визуально немного куртки, у вас не получится работать в армгард, вам нужно каким-то образом все это дело раскрыть. Во-первых, с этой стороны, во-вторых, с этой стороны. Как вы это будете делать, в целом, немножко лежит на вас, но с этой частью куртки все просто. Мы ее держим, мы ногой упираемся в нижнюю часть лапки. Ну, лапелл это вот эта часть, я не знаю, нижнюю часть куртки. Упираемся, раскрываем. Если вы видите, что она вот здесь, в середине, визуально вот тут, вы можете сразу себе объяснить, что эта часть куртки не полностью у нас в доступе. Нам нужно решить вопрос с этой частью. Это может решиться как левой рукой, так и, в принципе, в процессе схватки, рано или поздно она вытащится. В любом случае, чтобы работать успешно в армгард, нам нужно убедиться, что вы настолько натянули эту куртку, что вот этот край лапела, как минимум, визуально не здесь, а в лучшем случае, как раз вот так. То есть, мы уходим сюда, все. Теперь у меня куртка гораздо длиннее, я могу с ней работать. Как мы здесь заходим? Как я и говорил, здесь два способа, оба актуальны. Смотрите. Первый, это если мы работаем саму долариву, и с доларивой мы это делаем, мы можем просто... Точнее, давайте он будет вторым. Первый, это мы здесь, уходим сюда, герман бассо, на лапел. Потом переходим сюда, и нам уже здесь очень легко. Передать сюда, схватить, переходить сюда. Передать сюда, схватить, переходить сюда. А второй способ, если мы изначально работаем не наш открытый гард, а мы хотим принципиально работать только в армгард. Тогда мы работаем с этой курткой и с доларивой. Здесь два способа. Там только один, как я сказал, мы переходим сюда, закинуем лассо. Здесь у нас два способа. Это тоже самое лассо, которое мы только что показали. Разница лишь в том, что мы здесь держали руку, здесь держим пятку. После этого ничего не меняется. Либо второй способ, который у нас появляется только если мы работаем изначально с доларивой. Это мы здесь, человек намнулся, и мы просто поднимаемся и перебиваем сюда. В целом, я вам расскажу, как у меня в армгард появился. Я на самом деле посмотрел, как кинун его работает. И сколько ни пытался себе внедрить в армгард, у меня были сложности. У меня все время чувствовало дискомфорт, мое правое колено. Сейчас уже я понимаю, что скорее всего я просто не до конца вытаскиваю куртку. Но тем не менее, когда я это увидел, пытался это начать работать, у меня не получалось. Затем я дома сидел с моим, кстати, товарищем Даудом Адаевым. Мы смотрели схватки с чемпионата мира и Алиджек, когда в финале чемпионата мира боролся Жуау Мяу и Бруно Малфасини. И я обратил внимание на то, что Жуау делал не вот так, как это показывал Кинун и как я пытался это делать. Он делал в одно движение. Вот Малфасини сидел на этом колене. И он в одно движение брал вот так и хватал. И почему-то у меня как-то в голове как будто бы сложилась картинка и пазл. Я понял, что нужно таким способом попробовать. Я попробовал. И у меня стало это получаться. Отличие в том, что Кинун всегда показывал... Ну, понятно, что потом, когда уже Вормгард у него стал популярным, он начал кучу разных способов Вормгарда. С этой курткой, с этой курткой. Мантисгард пошел, который, честно, я не понимаю, не изучал и мне даже не интересен. Но суть в том, что в начале, когда он только впервые показал его на чемпиате мира, где выиграл в абсолютке Леандро Лосо и Моргардов, он работал вот этот Моргард, где мы правой рукой работаем снаружи. Мы сегодня его немножко рассмотрим, но основа сегодняшней работы у нас ляжет именно на то, что я после увидел у Жуау Мияу, когда он работал вот так, переходил сюда и начал работать, как говорится у них, инверты Деларива Ворм. То есть у нас Деларива, ну, типа вот инверты Деларива, как вот так у нас обычная Деларива, вот у нас инверты Деларива. Ворм это ситуация, когда мы путаем свою правую ногу в Лосос-Мопеда. Соответственно, Кин он работал вот таким образом, а Жуау Мияу работал именно вот таким способом. И вот этот способ мне почему-то очень понравился, я его начал нарабатывать на спаду. Я был коричневым поясом, я готовился, кстати, к чемпионату мира под коричневым поясом в Абудабе. И решил попробовать. И у меня реально супер-супер начало получаться, я понял, в чем была проблема, когда я работал до этого. Ну, в целом, я потом понял, что у меня проблема изначально случалась в том, что вот я попросту не вытаскивал куртку. То есть она была здесь, я путал, и у меня очень сильное, ну, давление на колено было, мне было некомфортно. А когда мне нужно было работать вот эту историю, которую я увидел уже у меня, у меня уже куртка была в доступе, очень сильно вытянутая. Соответственно, это сильно изменило мой подход. Тем не менее, мы сегодня рассмотрим две ситуации. Первая ситуация, это то, что я люблю, вот эту историю сюда, и несколько атак отсюда, и потом, просто как дополнение, я вам покажу, как кинут работать вот этот первый ворнгард, который я увидел. Ну, там, на самом деле, показывать немного, там всего два. Это свип и такой роллингарбард, типа, когда мы встаем, мы прыгаем на рычаг локтя. Итак, ребят, с самого начала. Как я сказал, у нас ситуация разворачивается либо с нашего открытого ганта, который мы работали, с рукавом и лапевом, либо с пяткой и с лапевом вот здесь. То есть, рука с лапевом, я всегда работаю, вот, левая рука держит рука, рука, правая рука, рука держит как можно выше, чтобы контролировать осанку. Мы понимаем, что мы хотим идти по ругарб, мы правой рукой фактически достаем путь. Идем сюда. Этого визуально недостаточно. Вы должны посмотреть, увидеть, что вот то, о чем я говорил, вторая куртка у нас в середине, это означает, что эта куртка недостаточно вытащена. То есть, не нужно пытаться даже делать вам удар. Здесь вам нужно, ребят, любым способом правой ногой доставить ту куртку. Типичная ошибка, когда люди пытаются вставить ногу сюда и вытащить куртку. Или пойти сюда. То есть, мы ставим ногу сюда, уже запираем вот этот второй лапел, который никак отсюда не освободится из-за нашей же ноги. Соответственно, вам нужно ногу сюда листами, каким-то образом сделать вот такой отсутер. Опа! Видите, врулизовала куртка. Это то, что нам нужно. Теперь, как я сказал, первый энтри у нас отсюда. Мы здесь, ногу живо, закинули лассо, вернулись. Левый ногой уже был ориен, поскольку мы знаем, что мы будем работать ворум. Переходим сюда, сюда. Здесь, смотрите, у нас одно движение и ворумгард, которое мы вам покажем на дополнение. Но ворумгард, который я увидел, который мне сейчас больше всего нравится, единственный, который я работаю, он отсюда невозможен физически, потому что я лежу плашмя, а мне нужно правой рукой зайти из-под меня и из-под этой ноги и взять. Соответственно, чтобы это сделать, предварительно здесь очень важный нюанс. Левую ногу хватаем ворумгард, правую ногу хватаем ворумгард, тащим к себе и тащим его на правую. Теперь, посмотрите, его нога уже под нашим правым бедром, ягодицей, и мы очень легко заходим сюда. Обратите внимание, мы заходим между моим правым бедром и голем у соперника, и хватаем лапел большим пальцем в него. Первый у нас вариант, это большой палец наружу. Второй вариант, который люблю я, это большим пальцем внутрь. Вот у нас типа обратная доворина, но с интегрированным сюда ворумгардом. Мы здесь. Начнем с атак. Я этот ворумгард использовал, когда боролся на супер-схватке против Бруно Фразата на ICB-14. И тогда я не знал ни одного нюанса, который у меня недавно образовался, и он, ну скажем так, усилил мой ворумгард. Грубо говоря, я с ним работал, я здесь мучился, мучился. Суть мучения была в том, что у Бруно и в принципе у соперников колено позволяло им защищаться от моих атак, как на армбард, так и на силу. И я так, ну немножко используя физику, все-таки его сипанул. В целом сейчас я даже не пытаюсь переутруждаться, поскольку я знаю, что это колено, это способ для соперника защищаться. Я делаю одно движение, которое сильно помогает мне избегать этой борьбы. Я левого табу ухожу сюда, внимательно, пожалуйста, попросите на мою левую табу, она не вот так идет. Я делаю вот такое круговое движение, с такой, как змейкой захожу, шин-то-шин, заставляю его сесть на колено. Теперь, когда он сидит на колене, это говорит о том, что его колено не мешает моему ворлгарду работать с ним как угодно. Здесь уже все зависит от того, как ведется соперник. Но вот это, такого на самом деле не бывает. Бывает всегда, что либо вот так, либо соперник идет на мировес. Есть, батюшки-батюшки, не есть. Первое, если он вот так, мы просто срываем, идем за спину, а так вот сюда. Здесь можно сразу левой рукой сюда, хватать лапелл. И то, что мы показывали на нашем семинаре, где мы душим двумя руками, можно здесь сделать, не меняя захват правой рукой. Потому что фактически эта же правая рука абсолютно аналогичное действие делает. Что при контроле вот так, что при контроле вот так. Этот лапел натянут, он не может уйти, и у нас все хорошо. Мы левой рукой идем сюда, и то же самое закидываем душу. Этого достаточно. То, что мы отрабатывали вот это со спины, аналогично работает, не отпуская эту куртку. Добавляемся, еще раз. Сейчас, будь бога, повторили одного и то же, но одного и то же. Давайте работать. Левая рука здесь, правая рука здесь. У нас наши пропидаты. Правую руку спускаемся, вплотаем. Левая нога в живот, левый бок. Правая нога идет глубокое-глубокое лассо. Накручиваем его на нашу ногу. Мы здесь. Вы сразу должны понимать, как люди обычно контрят в вармгард. Они левой рукой напоят нашу стопу, делают шаг назад и перешагивают. Это абсолютно типичная история. Все нормально. Если у вас такого чувства, ничего, опускайте, воспринимайте этот вармгард как просто потерянный. Опускайте, работайте открытый этап, который я вам советовал изначально работать. Снова начинаете делать все то же самое. Вокруг. Теперь смотрите, как заставить его, ну и не могу сказать, что полностью предотвратить от этой возможности, но по крайней мере максимально осложнить, чтобы он потратил лунную силу. Он пытается это делать, мы тащим его к себе сюда. Мы руками, а точнее нашим гардом, всеми нашими ногами мы тащим его вот сюда, над нами. Потому что вот это движение, которое он сейчас сделал, оно актуально, когда он отходит назад, отстраняет вот, видите, где он? И угол моих ног по отношению ко мне. Видите? Чтобы это не работало, он пытается это делать, я сразу его тащу сюда. Ногу максимально прячу за его плечом, и он левой рукой физически не может дотянуться до стопы, как ему надо. Отлично. Переходим к ларину, хватаем куртку, правую руку хватаем лапы. Теперь к себе и направо. Обратите внимание, при этом движении к себе и направо, самая важная деталь, вы должны обратить внимание, на его правую стопу. Подойдите поближе, пожалуйста, посмотрите, где лежит его правая стопа по отношению к моему тазу. Она лежит слева от меня, вот здесь. Раз она лежит слева от меня, я не могу до нее добраться, понимаете? Я беру его, тащу направо, и он поделает этот шаг вправо от меня. Это то, что нам нужно. Заходим правой рукой, берем наш лонгард. Теперь, смотрите, ребята, здесь даже не мучайтесь, не пытайтесь ему что делать. Весь акцент сделайте на то, чтобы поставить его на колене. Есть один лишь момент, где мы не работаем вот этот шин-тушин. Когда он стоит, мы всегда работаем шин-тушин, садим его на коленку. Всегда. Один момент, который не работает, если он сидит на колене, поднимем, смотрите. При этом, если он здесь на меня как бы стремится, это работает. Единственное, где это не работает, когда он супер отстреляется назад. Да, и посмотрите, его колено там, а стопа здесь. Даже если я шин-тушин вставлю, я никак не вывечу его, потому что центр его тяжести далеко. Здесь мы просто делаем следующее. Смотрите, вот, то есть, видите, физически это невозможно. Мы делаем аналогичный сип, как фик-фик-фик-фига. Встаем сюда. Дальше вы можете довольствоваться этим, ничего страшного, просто забирать сип. Либо вы можете совсем уж, скажем так, обнаглеть. Передаем в левую руку. Берем борм-гард, который изначально показывал Кинн. Нашим оптем. Загребаем его колено. Дальше вы можете здесь просто сесть в маут, или же вы можете пойти еще наглее. Берем эту правую руку в левую. Правой рукой возвращаемся в исходное положение нашего ворм-гарда. Садимся сюда. Здесь у нас венфи на орлах. Сейчас я все это покажу, и у вас пазлы сложатся. Я просто рассмотрел единственную ситуацию, когда мы не можем работать шин-то-шин и класть соперника на колени. Еще раз. Давайте я каждый раз по-разному буду. То заходить в ворм-гард отсюда, что заходить в ворм-гард отсюда. Чтобы вам было, ну, более-менее привычно, визуально привыкать к этому. Итак, мы работали отсюда, теперь мы работаем в дворе. Мы зашли сюда, то же самое, нашли куртку, то же самое. Вытащили ее, всегда делайте одно и то же, ребят. Повторение, то, что вам нужно сделать, чтобы запомнить, как правильно это работает. Вот это идеально визуально, когда его куртка спряталась под мышку. Когда ее нету здесь, ее нету здесь, значит куртка, посмотрите, какая длинная, мы можем с ней хорошо работать. Вот, левую ногу в живот, то же самое у вас. Говорим, раз, два, тащим направо, заходим сюда. Он снова садится. Еще раз повторим историю, когда мы делаем аналогию 50-50 гардсфипа. Хорошо? Итак, он отстраняется назад, здесь ситуация с шим-тушином невозможна, но можно сделать такую мощь, и правую ногу поднимаем вот так, как на длинте фикси. Встаем, левой рукой хватаем отсюда утку, правой рукой перехватываем таким образом, теперь используем правый локоть, чтобы провалить под себя. Левая рука вновь, возвращаемся сюда и садимся. Вот мы в этой истории, когда мы свипанули успешно с нашего, с моего любимого вармгарда. Здесь, рука как спайдер-захват, я его ногу сюда, дальше к себе. Короче, а скорее всего, первый вопрос, который вы задаетесь, а что будет, если он будет руку прятать, защищать? Так, ничего страшного. Дальше, поднимемся, опять поднесли, не оставя от кассы. Итак, смотрите, я сел, изначально я сел сюда, ну, я мог пойти маунт, забрать баллы, теперь я хочу сабмишин. Мне нравится эта позиция, потому что у меня стопроцентный контроль над ним, как бы он не пытался встать в стойку. Не, на меня смотрись, как бы он не пытался встать, у него нога, которая нужна для технику стендапа в моих руках, он не может встать. Соответственно, у меня стопроцентный контроль, мне нужно сделать рычаг локтя. Потаем. Если он расслабленный, я его затягиваю, рычаг. Потаем. Если он расслабленный, я его затягиваю, рычаг. Он понимает, что я делаю. Нет, подожди, подожди. Вот я взял, он начинает прятать руку. Супер. Тачку мы к себе, забираем спину. Та же история, которую мы рассмотрели в предыдущий раз. Берем куртку, задушили. Если здесь сложности, он защищается, чертки, бросаем. Обычная спина, в любом случае, это успешное передвижение из гарда в свип и за спину. Вот так смотрим. А мы рассмотрели, как заходить сюда, отсюда. Вот эта история. Рассмотрели, как заходить в голова рима. Теперь с голова рима мы рассматриваем вот этот, скажем, короткий путь к вору гарда. Вот он. Вот он. Просто животом поднимаемся наверх. Под моим правым коленом, под его ногой. И под своим левым коленом передаем. Сразу расскажу про типичную ошибку при этом действии. Люди делают вот так. Вот так. Теперь я не смогу привести свой... Да, я сюда смогу привести, но свой любимый гард нет, потому что голова рима фактически больше не работает. Если вы хотите работать инвертой голова рима, тогда под всеми тремя ногами. Моя правая, его правая, моя левая. Это очень важно. Просто вот так мы имеем доступ только к этому гарду. Понятно? Мы делаем раз. И возвращаемся в нашу любимую историю. Мы здесь. Теперь, если он стоит, мы вообще не думаем, мы делаем раз, сажаем его на колени. Все. Если его руки здесь нет, даже думать не надо, идем за спину. Если его рука здесь есть, вы можете подумать о спине, сорвав эту руку, убрав. Идем сюда. Бэттейк здесь суперпростой, ребят. Левую руку хватает за таз. Креветка. Бэттейк. Сейчас. В самом начале мы придем туда, говорим ему, взяли руку, зашли сюда. Берем. Когда мы здесь, никогда не идите в лассо, пока наша левая нога в нашем даме. Мы левую ногу обязательно кладем в живот. Входим на левую ногу, создаем вот это давление. Заходим. Только так, ребят, пожалуйста, просто запомните. Левая нога сюда. Стыкаем. Берем. Себе. Нагрузим его на нашу левую, говорим, да? Направо. Уходим сюда. Итак, мы рассмотрели историю, когда человек отстраняется. Ну, единственная история, где невозможен вот этот шин-тушин. Этот шин-тушин отстраняется у нас 50-50 гад-тушин. Договорились. Теперь, если он стоит, мы все надеваем вот это. Также, если он сидит на колене, но не отстраняется назад. Это актуально. Все, то самое сажаем его сюда. Все, мы одной правой рукой полностью контролируем его возможность вставать или вообще защищаться. Вот это, как я сказал, нужно. Так не бывает, потому что мы сразу за спину пойдем. Человек понимает, что будет, да, он вас держит. Вторая атака отсюда. Мы рассмотрим рычаг локтя. Опять же, он сидит без ноги. Он не может на нее встать. Хватаем руку. Ногу сюда. Встаем. Я называю этот армбар как, ну, ронда-розия армбар. Все, наверное, видели, как его делают. Юдаистский способ. Когда она хватает, идет в роллинг армбар. Голень ударит на затылок. Заставляет человека прокрутиться. Идем сюда. Единственное отличие от нашего обычного армбара тем, что юдаисты со всех позиций лезут в этот рычаг локтя. И когда человек сидит, они гонюю давят на затылок. Составляют, человек, вылезти сюда в полурок и остаются с рукой. Вот этот рычаг мы сейчас рассмотрим. Ну, так что рассмотрели с вот этой историей. Опять же, ничего не меняется. Ребят, каким способом вы заходите в армбар, это ваше предпочтение. Нет никакой принципиальности. Одно и то же все равно будет. Вот с этой историей все одно и то же. Ничего не меняется. Как вы сюда попадаете? На ваш вкус и цвет. Это может быть вот здесь. Это может быть доларива нога в живот. И это может быть доларива, такая, скажем, ленивая ворнгард, когда мы не работаем с ногой в животе. Хорошо? Отлично. Идем дальше. Берем. Сажаем его на колено. Вновь рассматриваем армбар. Дзюдоистский вариант, который я увидел у Ронда Роуз. И она очень... Ну, не то, что я. На самом деле, я у нее ее не видел. Просто мне легче объяснить, что она, понятное дело, в рычагах разбирается. Она стоит по сути. Первые 10-7-1 из воев выиграла. И на эти приемы. И я хотя бы три раза точно в UFC видел, как она так делает. Рука. Нога в таз. Вот здесь у многих моих учеников проблемы. Смотрите, что они делают. А они пытаются вот так крутиться. Эта история со вкруткой, она другая. Мы до нее дойдем, ее рассмотрим. Она со свипом и с рычагом локтя. Сейчас я рассматриваю ситуацию камни здесь. Он меня держит. Я пытаюсь сорвать, хочу за спину. Не получается. Он блокирует мой доступ к спине своей правой рукой. Соответственно, он готов рисковать своей правой рукой, лишь бы он не пошел за спину. Мы хватаем рукав. Хорошо. Раз он готов рисковать, пусть рискует. Ногу в таз. Поднимаем таз наверх. Кручиваемся. Смотрите, как голень идет на затылок. В этот момент уже рукав не нужно держать. Уже нужно держать кисть. Накручиваемся. Уходим сюда. Рычаг. Еще раз показываем участок. Ребята, все это же самое. У нас теперь мы показываем так. Мы показываем, говорим вот так. Ребят, вот здесь. Видимо, не говорилось в ломбардах. Значит, направо. Все это же самое. Он стоит или сидит на одном колени, не отстреляясь. Мы делаем этот движение. Все. Это ваш клиент, ребят. Вот отсюда его отпускать без наказания уже нельзя. Если он отсюда уйдет от вас без наказания, это говорит только о том, что вы одну из атак, которые я сейчас вам показываю, тут целая сеть атак, две или три. Спина, броник, рычаг и заход на схит, рычаг. Вы одно из этих действий сделали неправильно или не заметили актуальность этого действия. Отсюда уже без наказания человеками запуска. Снова возвращаемся. Рыкав. Нога в таз. За счет этой ноги в таз. Я поднимаюсь в таз вверх. Иду сюда. Голень с коленом иду сюда. Рука. Отпускаю. Веду на руку. Ролень. Армбак. Еще раз. Если бы я эти приемы знал, точнее, если я вот этот шин-то-шин знал, когда еще боролся на ACV, скорее всего, складка бы закончилась либо рычагом локтя, закончилась бы рычагом локтя, скажем так. Походим сюда, сюда. Переходим. Включаем его вправо. Вся парнем была на суперсхватке СИИ, что на самом деле я вот этого движения не знал. Мне пришлось здесь очень много сил тратить. И в итоге мне пришлось довольствоваться только вот этим вот свипом. Мне каким-то боком его повалил. Он здесь пытался встать. Вставай, вставай, вставай. Если помните, вот эта борьба у нас была за свип. Мое преимущество было в том, что нога, которая мне нужна была для технику оскандартном, была в моих руках, я вот ее забрал в лобал. Сейчас, как я сказал, я бы вообще даже не тратил бы на эту силу. Мы здесь шин-то-шин сажаем его на коля. Это аналогичное действие, которое я показывал при прошлой работе. Все это понимаете? Помните, мы показывали вот это действие? Вот здесь, вот, закрытый дар. Мы рассматривали. Та же самая история была абсолютно. Мне кажется, я показывал, как мы были здесь. Мы делали раз. Сажаем его, что ли, на треугольник. Это одно и то же действие левой ноги. Теперь мы его используем воругарке. Так, сюда, сюда, сюда. Сажаем на колени. Последний раз рассматриваем рычаг, правильно? Рукав, нога в таз. Поднимаемся. Проключим. Рычаг. Рукав, нога в таз. Поднимаемся. Проключим. Рычаг. Итак, мы рассмотрели 50-50 ситуацию. Мы рассмотрели роллинг дзюдоистский рычаг. Сейчас рассмотрим третью ситуацию. Но третья, она разветвляется на, опять же, две другие. На свип и на рычаг. Ну, в большей степени свип. Потому что каждый раз, когда я начинаю делать, человек начинает защищать рычаг. Мне легче выйти со свипом. Сейчас покажу, вы все поймете. Итак, ребят, мы с вами рассмотрели ситуацию с ворунгардом, где мы делаем как 50-50. Мы рассмотрели ситуацию с этим ворунгардом, когда мы вкручиваемся на а-ля дзюдоистский рычаг. Сейчас рассмотрим третий вариант. Я называю его катапульто свип. Вы поймете, почему. То есть, на самом деле, я у Сайборга его научился делать. У Сайборга это торнадо свип, но... Как по мне, это больше похоже на действия катапульта. Торнадо у меня это плетящее движение наверх, а катапульта это такое простое движение, которое вывешивает человека... Ну, точнее, снаряд вперед. В данном случае снарядом будет Алексей. Смотри. Просто мне нравится это название катапульта, просто потому что оно как-то более понятно. Так, вот такой вот сюда. Все как обычно, все как обычно. Итак, мы вас соединили сюда. Теперь смотрите, ребята, у нас проблемы со стеной и, скажем так, ну, проблема с этим рычагом. Мы хотим крутиться. Что мы делаем? Мы также держим левую руку. Левую ногу используем для круглого движения, чтобы крутить себя в абсайдаун. Абсайдаун это движение, когда вот мы ровно на ваших лопатках и таз над нами, то есть вверх тормашками. Здесь смотрите. Первый, свип, очень простой. Левую руку идем сюда. И самое главное, что вы должны знать про этот свип. Вот смотрите, сейчас моя нога не глубоко, и я стою фактически на своей шее. Чтобы этот свип успешно работать, мне нужно сплотить его и выведрить себя внутрь. Видите, как глубоко моя правая нога зашла? И видите, моя голова теперь на воздухе, я фактически на своих лопатках. То есть вот здесь это не работает. Вы травмируете шею, заходите внутрь. Отлично. На головоке без давления. Я хватаю его. Левой ногой использую движение маха. Только вы швыряю его сюда. Можете забирать маунт. Можете также идти на рычаг, как и для этого. Все то же самое. Мы здесь внедряемся. Потом внедряемся. Я имею в виду две вещи. Наша правая нога. И наша верхняя часть корпуса, где плечи и шея, внутрь. Мы здесь за шестер. Укресенье верующие. Да, мы его держим. Левая нога создадим движение маха. В ту сторону. И перегнаемся в правую ногу. Садимся. Забираем маунт. Шесть баллов. Сидим маунт. Либо у меня здесь любимая атака. Это вот армбар, как... Если вы помните, смотрите. Фикти гад. Фикти гад. И у нас есть армбар, который мы делаем за счет этой руки. Вот этой ноги. Уходим сюда. Задим маунт. Делаем рычаг. Я это увидел у Хадсона, на Маттеусе. Но, честно говоря, самый фикти гад для меня немножко непривычен и страшен, потому что я боюсь за свою ногу, потому что очень многие делают ахилл. Или те же скрутки. Но гейс, круг отверг, ахилл. Но, тем не менее, сама техника затягивания в армбар мне нравится. Соответственно, я ее очень успешно использовал вот здесь. Вот, посадили. Утились. Чего-то увидело. И теперь, ну, мне недостаточно того, что я просто сделал сикву в Маттеусе. Я хочу сам мишу. Я устремляюсь. Как вам эту руку на дне не прятал, я всегда устремлю мишу. Моя рука возьму. Далее. Левая нога. Левая рука к своему уху. Вот такое движение. Затягиваем. Нога через голову. Армбар. То есть он есть из фикти-фикти гада, но это другая история. Это не моя специальность, сразу скажу, но армбар мне нравится с вам ударом. Вот здесь, здесь, здесь. Завершаем историю с инвертор головой рука. Кладем ее сюда. Вкручиваемся. И скажем, теперь мы хотим рычаг. Если мы видим, что он отстраняется от нас, не дает сил, берем руку, идем сюда, и все то же самое. Забираем руку здесь. Это самый неблагоприятный сценарий для меня. Мне никогда не нравится идея делать рычаг в опты, находясь внизу. Потому что неудобно, мы все время на шее, на плечах, соперник кладет на нас вес. Мне больше нравятся первые три истории. Когда мы выходим за стимул, когда мы делаем свик, или когда мы делаем ролик гаднбар, где в итоге мы оказываемся сверху, и доделаем арбат. Для меня в целом идея садмишина снизу, за исключением треугольника, мне нравится. Потому что, ну, в треугольнике, даже если он вес пойдет, это сильно не являет. Точнее, сейчас я вам еще покажу, все объясню. А не тело здесь. Треугольник, как по мне, и гильотина через руку, которую мы вам обязательно покажем, это единственные два приема садмишина, которых я люблю делать, находясь снизу. То есть, смотрите, вот мы в Малте, очень многие, я вижу, идут в треугольник, здесь делать, но мне, на самом деле, здесь никогда не комфортно, до тех пор, во-первых, я никогда так не иду. Но даже когда я вижу, что мои ученики идут сюда, здесь некое давление на колено, на мою голень. Я всегда советую схватить голень, уйти вниз, и снизу нужно делать треугольник. Как по мне, треугольник лучше делается, когда атакующий снизу. Та же самая история с гильотиной, но гильотину можно делать как сверху, так и снизу. А она, в основном, камня делает, не, встаньте, камня делает, тейкдаун, то есть, либо мне делать тейкдаун, там, я падаю, тейкдаун через руку, стягиваюсь, закидываюсь сюда. Вот здесь я обожаю делать, но этот прием так же делается, если он, допустим, вот защищается, ушел вниз, я иду сюда, в маунт, и как вам нравится, нашел ким на камни, но с маунта, то же самое движение здесь работает. Это единственные два садишина, которые я рассматриваю для положения снизу. Я никогда не делаю снизу кроссчелок, я никогда не делаю снизу кимуру. Это очень много сил тратит, потому что защита от этих приемов, скажем так, очень благополучно осуществляется за счет просто того, чтобы удачно класть вес. То есть, соперник сверху может, немного сил тратя, класть на вас вес таким образом, что вы не можете сделать кимуру, вам придется экстра энергию проявлять. Если вы его свекуете, гравитация уже на моей стороне, он лежит, я сверху давлю, и наоборот, допустим, вот тот же кроссчелок или рычаг локтя завести, мы здесь, скажем, я беру кроссчелок, мне нужно на него оказывать давление. Мне не нужно здесь супер силу тратить, я могу просто правильным по геометрии способом нависнуть над ним и за счет центра тяжести, и за счет гравитации уже осуществлять давление. То же самое, но здесь давить. Если мы этот же прием рассмотрим снизу, то чтобы он будет от нас отстраняться, и чтобы здесь успешно осуществить, мне придется прям супер много сил тратить на то, чтобы просто притянуть его ко мне. Если мы рассмотрим этот прием с маунта, то мне, чтобы притянуть его ко мне, достаточно просто вот сюда уйти. То есть разницу чувствуете, да? Здесь гравитация ему помогает защищаться, а тут гравитация помогает мне атаковать. Соответственно, мои сабмишины, все за исключением двух, это треугольник и гильотина через руку, осуществляются только сверху и только после того, как я пройду гард. Соответственно, возвращаясь к нашей теме воргарда, единственный вариант, который мне реально не нравится, из всех, которые я показал, это когда мне нужно делать рычаг локтя, находясь снизу. Я с закрытого гарда рычаг локтя ненавижу его. Если вы посмотрите, даже допустим, человек взял закрытый гард. Ну, скажем, вынудил меня работать закрытый гард. Я типа иду на рычаг, я следующим образом поступаю. Я попадаю на рычаг, ненавижу здесь тратить силу на его, ну, на то, чтобы довести его до конца. Человек начинает защищаться, руку спасать свою, да, прям, смотри, вот так вот, и защищайся. То есть вот здесь, он просто на меня вес отдает, у меня не получается вырвать. Гравитация на его стороне, на моей стороне, кроме удачной позиции ног и рук по отношению к телу, ничего. То есть гравитация, на самом деле, имеет место быть. Что я люблю делать? Я не пытаюсь здесь силой вырвать руку. Я просто иду хитростью. Я правую руку иду под ногу, и здесь два варианта. Либо он свипую сюда, на рычаг, и теперь я сверху, мне легко, либо, абсолютно тот же сценарий, я иду в мал. Грубо говоря, снизу я делаю только треугольник, и только гириотиду. Все остальные приемы я предпочитаю делать только, когда я сверху, и только после того, как я обойду гард. Потому что у меня, как я объяснял, в джиу-джитсу, мое превосходство, когда я работаю в гард, это в количестве конечностей. Две ноги, две руки работают, у соперника две руки. Если я его переворачиваю, я практически в том же положении, вернее, уязвим, у которого я объяснял. Соперник работает ногами и руками, а я, по сути, только руками. Прежде чем я обойду его ноги, отсеку его ноги от игры, и теперь мои две, мои четыре, легкие, что? То есть, смотрите, мы с вами рассматривали то, что вот я работаю ногами у тани, и гард лучше, чем в его положении, потому что у меня больше конечностей. Скажем так, я, возьми, ну, я делаю свип, теперь у кого больше конечностей в игре? Мои. Раз, два, три, четыре. Посмотрите, чем заняты ноги Алексея. Они сейчас не способны осуществлять защиту. Даже если он вернет гард, скажем, он вернул гард, а, если я сел в закрытый гард, ребята, ну, это все, это проигрыш. У меня только руки, у него многие руки. Я изначально всегда ногу держу здесь, чтобы он не мог закрыть гард, и это, если вы думаете, что я руку здесь прячу, будет треугольник, закинь треугольник, никогда этого не случится, потому что мое правое колено всегда меня защищает. Далее, я просажу гард, просажу, его можно больше не выклеить, а не меня нас выклеить. Дальше я посмотрю, либо колено, либо сажусь в маунт, все эти варианты, которые мы дальше рассматриваем, они напрямую связаны с тем, что у меня гравитация на моей стороне, у меня больше конечностей, скажем, я иду сюда, вот, у него одна рука, ладно, две, вот вторая, у меня раз, два, три, четыре, чтобы осуществлять один прием. То есть для меня джунгутсу работает, когда работает простая архитметика. Четыре коричневости против двух всегда должны побеждать, если вы работаете правильно. Возвращаясь к нашей оригинальной теме, мы работаем в ламгард, у нас есть, ну, свит первый, с 50-50, у нас есть, когда мы шин-ту-шин ставим на колено, идем за стину, у нас есть шин-ту-шин ставим на колено, он держит руку, мы не можем пойти за стину, мы идем роллинг рычаг в локте, который аля джугоистский. И четвертый вариант, это мы идем носить катапульту, либо делаем катапульту, либо понимаем, что мы вынуждены делать рычаг в локте. И вот этот вариант, самый неблагоприятный, потому что вам придется много синг тратить, и, возможно, даже под неудачным углом работать своей шеей. Подытожим, это все, что я люблю и умею делать, и вообще рекомендую вам делать при работе с инвертой Дала Ворнгарда. Остался у нас еще один Ворнгард, который Кино любил делать, который любил делать кинг. Это вот такой, но с него все проще, я с него сделаю всего две атаки, ребят, без фанатизма, на самом деле все гораздо проще. Энкли все то же самое, все то же самое, идем сюда, но теперь мы не делаем эту историю для инверсии, мы просто правой рукой идем сюда, максимально плотно опираемся с его коленом, максимально глубоко хватаем вот здесь руку, ключевый отличитель, большой пальцем воружу, и внутрь. Теперь, первый сип, который он научил вас делать, это стойка, вот мой сип, делаем такое движение маятника, и делаем камер, выезжаем вот так вот сюда. Как я и сказал до этого, помните, мы сюда приходили, отсюда, мы меняли руку, шли сюда, и делали вот это движение. Оно здесь сразу актуально становится, потому что у нас это положение изначально другое. раз, два, три, и запернем сяпки, правый локоть, отсюда, нагибает его краневый сустав, и приваливает. Дальше с этого гарда, честно говоря, ни одной коннектной, ну то есть, связанной атаки нету, поэтому мы возвращаемся в эту историю, в инвертод, и будем рчатывать. там еще раз посмотрим, она на самом деле суперпростая, но имеет некие сложности. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот очень часто человек полотается и не может встать. Только видите, вес соперника на этой ноге. Для ребятки мы не заберем, если мы уже уперлись и отсюда пытаемся делать движение вверх, мы должны создать движение маха и выбить в руку. Понятно? Дальше правый локоть огибаем, привстаем, проваливаем колено. Раз, два, три, и третий. И последняя история, закругляя сегодняшнюю тематику. Она выполнимая, но честно, она больше, когда вы боретесь, скажем так, с менее способным человеком. То есть, вы черный пояс боретесь с фиолетовым, с синим, с коричневым, на равных я бы работал максимально скромные техники. Когда вам хочется немножко пофантазировать и поработать красиво, вот что мы делаем. Ну, пытаемся забрать, не получается. С разгона идем, не получается. Хорошо. Встаем. Идем в пувырок, вальдим соперника, и вуаля, у нас в той же позиции, тот же рычаг. Еще раз повторим. Здесь. Раз. Два. Три. Либо это может быть вообще вот так, без участия левой ноги. Не принципиально, ребят. Принципиально, только если вы хотите пойти сюда. Если вы хотите работать вот так, вот так, что так, что так, одна история. Взяли. Здесь, пожалуйста, максимально локтем раздействуйте на колено. Чем все лево колено смотрят туда, тем лучше ему. Поэтому глубоко берем и агрессивно шеем. Кочите своей правой руки, работаем все в колено. Не можем выбить. Встаем. Встаем. Делаем пувырок. В целом, это все, что я хотел вам показать по ворнгарду. Все это, ребят, требует очень много практики. Поймите, у меня, чтобы понять и наработать то, что я показал вам сегодня во всем комплексе, ушло 9 лет. То есть сначала я пытался, увидел ворнгард, пытался, не получился. Потом я увидел ворнгард у Жуао Мияо это спустило, где-то 6 лет случилось. То есть я был уже коричневый пояс. Соответственно, где-то 5-6 лет я уже занимался джиу-джитсу. Сейчас история с шинтушином, конечно, улучшила мои знания о ворнгарду, но вы можете начинать работать сейчас и далее вы какие-то нюансы узнаете, которых не знаю я или которые иначе помогут вам контролировать. Я про то, что не будет того, что вы так и начали, о, увидели ворнгард, он работает. Очень много такой кропотливой работы. Вам нужно стараться, трудиться, ошибаться, потом понимать суть своих ошибок и справлять их и тогда у вас будет работать ворнгард. На этом тему ворнгарда мы как открыли, так и закрываем. Скажу лишь, что я готов рассказать вам мои любимые сабишины, как снизу этот треугольник. Ну, с треугольником мы чуть раз раскрыли историю. Могу вам раскрыть мой любимый прием вообще, это гильотина через руку. Он особенно актуален, когда мы работаем в науги или в грэпплинге. И дальше я могу вам показать про... Что? Как я вам рассказывал, что у человека, когда он находится в закрытом гарде, преимущество надо мной в количестве конечностей. В целом, я стараюсь никогда в закрытый гард не попадать, я всегда стараюсь работать вот так. Он встает, он делает мне лугар, как бы он меня в лугаре затягивал, я всегда отстраняюсь на зад, всегда оставляю правое колено перед собой. Это отдельная тема, мы сегодня даже не будем затрагивать, я просто показываю вам, что я могу рассказать дальше. Эта история, во-первых, помогает мне защищаться, ликвидирует его от возможности делать мне закрытый гард или атаки, никаких треугольников, никаких рычагов. За счет одного своего правого колена я могу существенно отстраняться от него, держать свою осанку в безопасности от его стягивания и ядно. Далее, держа левую руку подали от его захвата, помните, вы рассказывали, что за эту руку наоборот, я ее никогда так просто не отдал, я использую все это, в итоге стою, в итоге, как я вам показывал, делаю самый свой опыт обход гарда. Я вам покажу, как правильно располагаться, чтобы держать себе в безопасности, несколько вариантов моего любимого обхода гарда и несколько простых собесников. На этом завершаем сегодняшнюю рубрику «Тайная комната Салия Богомедовна». Итак, ребят, конечно, мы будем вам показывать в штатном режиме то, что я люблю и то, что я лучше всего умею делать, но тем не менее, я предлагаю вам такую рубрику, вы можете задавать вопросы, оставлять их в комментариях или делать запрос под отдельные техники, которые, может, вы хотите, чтобы я вам рассказал, скажем, вы могли их не видеть, но в целом я практически все умею делать, так или иначе, есть свои любимые техники и есть все остальное, которое я тоже практикую. Вы можете задать вопросы и я со своей колокольни как могу, постараюсь вам объяснить и дать свои советы, как бы вам было бы лучше делать те или иные техники. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите в комментариях и мы рано или поздно вас разберем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова